доброго времени суток дамы и господа сегодня мы отправимся с вами в мир где некогда люди и боги жили рядом мифический континент шулим обещает дать нам возможность насладиться более ста часами геймплея и открыть эпическую историю когда-либо рассказанную в общем рад вам представить фэнтезийную изометрическую партийную ролевую игру лордов зулима или боги шулима тут уж как вам удобнее my world was dying i was called for by one of the nine gods Итак, игра вышла 14 ноября 2014 года. Доступна в нашем регионе, ее без проблем можно купить. Стоит игра без скидок 420 рублей, весит 1,5 гигабайта. Из почти тысячи отзывов в Steam оценка в основном положительная. На Метакритике оценка от критиков 71, а вот от юзеров 7,8. На секундочку, 7,8 это достойно для малоизвестной игры. Разработчики обещают эпическую историю богов и людей, создание отряда из пяти персонажей, где будет 9 классов и более 100 навыков, а также исследование мира и сложные тактические пошаговые сражения. Что же обещание, услышанный обзор по традиции предварительный, без спойлеров. Запасайтесь, друзья, о провизии, я же налил себе кофе по-ирландски и мы начинаем. По сюжету игры все просто. Был мир, все было хорошо на великом континенте Роди. И потом вспыхнула великая война, и начались притеснения королевств, боль, страдания и опустошения. И в конце концов конфликт подошел к точке, где обещают разрушить все живое. Люди же молились о спасении девяти богам, которые проживали на континенте Шулима. В итоге бог Галот обратился к Галину, это как раз вы, опытный исследователь, который жил на небитаемом острове. Вы назначены вестником божества, и у вас, конечно же, божественная миссия. Вам надо восстановить баланс в мире. Сюжет подается через синематики и диалоги, текста в игре хватает. Но ждать общения с партией, романов, а также последствий не стоит. Игра по сути своей не про болтовню, а про то, чтобы игрок включил голову и смог пройти все испытания. И всех бомжей, которые встанут у него на пути. Хотя в начале игры ваша партия как раз и будет представлять этот элитный класс. И вот тут геймплей. Итак, запуская игру, вас встретит синематик, как это и было положено в старых играх. Синематик расскажет вам немного о мире. Далее, главное меню и выбор сложности в игре, три режима, нормальный, ветеран и хардкор. Хардкор не тыкать, говорю сразу, и потом расскажу почему. А так, нормальный режим обещает несложную прогулку, но и непростую. Точного описания того, что вас ждет на этой сложности, нет. Режим ветеран говорит, что придется пострадать, ибо вам будет больно. И больно вам будет. Потому что именно на режиме ветерана я спустя 10 минут игры отгреб от стражников за то, что не дал им 100 голды. Меня наказали грибы, не дав сделать вообще хода. Да и местный огр ушатал партию за пару ходов. Так что к выбору сложности стоит отнестись серьезнее. Помните, это олдскульное РПГ для олдов. Тут вам разжевать механики не будут. Тут надо думать, куда идти и что делать. Последняя сложность так вообще вызов, где без еды ваша партия просто не дойдет до стака врагов, да и сохраняться можно только в деревнях. В общем, рекомендую брать ветеран и пытаться пройти. После выбора сложности вам нужно будет создать 5 персонажей, выбрать их класс и выбрать для них божество, которому они поклоняются. Естественно, что божество дает разные бафы. От класса зависит, какие стартовые характеристики получатся партии. Тут и сопротивление, и владение оружием, и характеристики на старте заложены в сам класс. Вы распределять при создании ничего не будете. Вы выбираете пол, оружие, класс, божество и портрет. Все. Проблема. Либо игра действительно точилась для опытных олдов, либо разработчики хотели, чтобы вы пересобирали партию. Ибо листа персонажа нет. Мы не знаем, какой вор будет на 10 левеле, какие у него будут скиллы, не знаем скиллы мага, паладина и что с чем комбинировать. Вам может подсказать только практика. А поэтому, скорее всего, партию вы пересоберете. В общем, при создании персонажей есть проблема. А далее вас выкинут на остров, который не совсем дружелюбный. Как вы можете заметить по геймплею, вся ваша партия это один хитбокс. Вы бегаете по локации, собираете травку, есть крафт провизии, ночью можно подсветить факелом себе путь, бочки, скелеты, голда. В общем, собираете все, что подсвечивается. Общаетесь с МПС, их немного. В основном они выполняют функцию торгашей. Есть таверна, куда же без нее. Есть квесты по сбору травки, жрецы, которые благословляют, лечат и снимают проклятие. Для взлома разработчики интегрировали игру, похожую на сапера. По исследованию все достаточно примитивно. Но стоит учесть тот факт, что враги не рессуются и травка в игре заново не растет. Поэтому распределять ресурсы надо грамотно. Тут вам решать продать все, что собрали и купить новое кольцо, оружие, броню, амулеты, зелья, отмычки, свитки или же заняться крафтом. Подумать явно, ребят, стоит. В общем, исследованием я доволен. Такие игры я люблю и уважаю. Выходя из деревни, вы чувствуете дух приключения. Всегда есть опасность. Одних врагов вы видите, других не видите. Они могут напасть из засады, а вы шли на эпический бой. Избежать от них не получилось. Придется после боя вернуться в деревню и набраться сил, если вас сильно просадили по хп. Так как в игре и травмы, и депаф, если нет еды, да и вообще, если в бою вся партия погибла, то тут только перезагрузка. В общем, вполне неплохо. Что же касается боевки, боевка не всем зайдет. Экран боя в формате олдскула. Вы вашу партию целиком не видите, но видите врагов, а также портреты своих героев. Все ходят по инициативе, у каждого класса свои атаки. Есть построение, где хилы стоят сзади, а танки принимают весь дэмэдж на себя. Ваш ход одно действие. Но не думайте, что бои скучны. За счет того, что враги разные, атаки у них разные, есть условия, кого можно бить на той или иной линии, думать, кого фокусить и каким персонажем что делать придется. К тому же, мана сама по себе не восстанавливается. И тупо всех закидать скиллами не выйдет. Да и в игре куча разных статов, бафов, дебафов. Враги тоже активно пользуются разными навыками. О врагах можно узнать больше и больше вы о них узнаете, когда победите определенное количество. Бестиарий в игре и есть. Так что тут разработчики сделали все с душой. Конечно, в 2023 году играть в такую боевку кому-то будет больно. Да и к интерфейсу придется привыкать. Но если вы геймер со стажем, то поностальгировать и попытаться понять, какая партия более эффективна, может вызвать у вас интерес. У меня интерес есть. Не к истории, так как эта вся божественная шляпа с божественными миссиями изрядно мне надоело. Но меня наказали раз, наказали два, наказали три. И так я это не оставлю. А теперь вывод. Друзья, игру я рекомендую. Олдскульные РПГ всегда играются интересно. К тому же игра недорогая, да и купить ее можно без проблем. Я отмечу, что мне нравится музыкальное сопровождение. Вполне приемлемая картинка даже на сегодняшний день. И что самое важное, это хардкорный геймплей, который может заставить пощекотать нервы даже опытным игрокам. В общем игра будет пройдена на стриме, а потом уже выйдет обзор с субъективным мнением об игре. На этом у меня все, всем добра и до новых встреч.